Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Речь идет о брендах из так называемых недружественных стран. Причина в том, что многие из них перестали платить за аренду. Это произошло после приостановки работы магазинов. По этой причине владельцы торговых центров терпят большие убытки. В Российском совете торговых центров предложение поддержали, но с оговоркой. Новое правило не должно быть обязательным. Ровно потому, что это точно не ухудшает положение дел для торговых центров и не ухудшает положение дел для торговых центров, доля арендаторов, которые перестали вести коммерческую деятельность, а в некоторых случаях и прекратили арендные платежи. Естественно, это для торговых центров хорошая помощь. Кроме того, эксперты по коммерческой недвижимости говорят, что спешить с расторжением договоров аренды пока рано. Ряд зарубежных магазинов возобновляют работу. Так, польская компания LPP, владеющая брендами Reserved и Кроп, приняла решение о продаже российского подразделения компании. В Уфе возбудили уголовное дело и загибели троих рабочих в коллекторе строящегося дома. Об этом сообщает Следственный комитет по республике. Тела троих мужчин накануне обнаружили в канализационном колодце на улице Загитова в Ленинском районе Уфы. По предварительным данным, в коллекторе находились сотрудники ЖЭО, которые устанавливали дренажный насос и отравились газами. На данный момент детали произошедшего выясняют следователи и криминалисты. Они проверяют причастность городских чиновников к нарушению правил охраны труда и техники безопасности. Промышленные гиганты Башкортостана инвестируют в экологические программы менее 1% от выручки. Об этом сообщил исполняющий обязанности министр природопользования и экологии Нияс Фазылов. По словам главы ведомства, башкирские промышленники не торопятся раскошелиться на защиту окружающей среды. Фазылов также обратил внимание на то, что в штатах многих компаний, в том числе крупных, работают по 1-2 экологам. Это говорит об игнорировании тренда на экологичность производства в стране. Эксперты считают, что руководители многих компаний могли бы более активно участвовать в федеральных программах, которые позволяют привлекать средства на проекты по снижению вредных выбросов. Если говорить про инвестиции, абсолютно правильно. Меньше 1% предприятия от выручки закладывают на экологические проекты, экологические предприятия. Я здесь хотел сказать огромное спасибо службе Росприроднадзора о том, что за последние годы удалось расшить комплекс вопросов с точки зрения того, что все равно рано или поздно предприятиям придется инвестировать в экологическое развитие. Оно может быть дороже, сейчас оно становится дешевле, если мы занимаемся превентивными мерами. Ранее в госсобрании был внесен законопроект о штрафах за ущерб экологии, который будут направлять на ликвидацию последствий различных аварий. Соответствующие поправки предлагается внести в экологический кодекс региона. В продолжении темы. Систему централизованного обезбреживания медицинских отходов намерены создать в республике. Проект разработан в Минэкологии. Система позволит снизить загрязнение окружающей среды, считают эксперты. На сегодня в регионе более 2000 больниц и клиник, которые ежегодно образуют свыше 40 тысяч кубометров опасных отходов. На сегодняшний день обращение с медицинскими отходами не лицензируется, к сожалению, в федеральном законодательстве. Надлежащего государственного надзора со стороны федеральных органов в этой сфере нет. Ну и фрагментарно появляется информация о нарушении правил обращения с медицинскими отходами в средствах массовой информации. Конечно, нужно наладить прежде всего учет образования медицинских отходов. По словам председателя Союза экологов Башкортостана Александра Веселова, система обезвреживания будет внедрена до конца этого года. В нее включат бюджетные медицинские учреждения, которые отчитаются о количестве отходов и способах их утилизации. Мэр Уфы Ратмир Мавлеев отклонил проект благоустройства парка Первомайский в Черниковке. Постановление опубликовано на сайте администрации города. Предполагалось создание зоны для пикника, аллеи влюбленных, автостоянки на 150 мест и создание сквозного входа через ДК машиностроителей. Проект предлагают доработать, учитывая результаты общественных слушаний августа 2020 года. Участники тогда предлагали предусмотреть в парке место под строительство ресторана быстрого питания. Измененный проект компания «Сармат», которая его и разрабатывала, должна представить в течение года в Главное управление архитектурой и градостроительства. Напомню, что реконструкция парка началась в 2019 году. За это время восстановили фонтан, расширили игровую площадку, заменили старую сцену, увеличили число пешеходных дорожек, из гранитной крошки создали тропу здоровья. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.